И начнем с праздничного мероприятия. В начале июля по доброй традиции на берегу Днепра Александрия собирает друзей. В Шкловском районе сегодня открылся фестиваль народного творчества. Ярмарки, концерты, мастер-классы, да и много чего интересного. Сюда с удовольствием едут не только сами белорусы, но и гости из других стран. Всего за шесть лет июльские гуляния стали знаковым событием для всей страны. Что и говорить, праздник в Александрии поистине объединяет три народа. Беларусь, Россию, Украину. Программа фестиваля настолько обширна, что претендует на самую масштабную за всю историю праздника. Впрочем, о статусе говорит и неизменное участие в мероприятиях главы государства. В эти же минуты праздник приближается к своей кульминации. Здесь начинается галоконцерт «Купальская каска». Как Александрия встречает гостей, увидел Андрей Ястребов. Хлеб наш испечен по старинным белорусским традиционным рецептам. Например, данный хлеб ржанопшеничный используют в посыпке семена тмина. В данный ржанопшеничный хлеб мы использовали семена тыквы. Все то же, что использовали наши бабушки когда-то. Национальным колоритом на праздники в Александрии пронизано каждое действие. Концертная площадка или прикладное искорение мастерства и искусства. Соткать пояс себе на память можно и здесь же. Хватило бы терпения. Это односторонний перобор. Этим видом ткацтва ткали в нашей мясовости. Вот с одной стороны рисунок, а с другой стороны нема. А еще многочисленные гуляния, как когда-то. В старину, например, нужно паломникам словить подушку. Прообраз большого тенниса оказывается, таким мастерством владели белорусы еще несколько веков назад. С удовольствием приехала сюда и вот просто хожу и наслаждаюсь вот этой атмосферой. Мне кажется, здесь неинтересного нет. Вы посмотрите, к каждому подойдите везде. Такие таланты народные, это смородки. Большое спасибо, замечательный праздник. Очень интересно, самобытно и горжусь нашей страной. Этнография и культура представлены, белорусская еда. Что еще нужно человеку в выходной день? Разве что к этому списку добавить еще и песни в общей сложности. Почти тысяча исполнителей съехалась в Александрии из Украины, Белоруссии и России. Народная песня здесь звучит с рассвета. Кузнечество, ткачество, лазоплетение. Свыше 600 мастеров из трех стран работают на открытых площадках в Александрии. В этом году количество мест для умельцев пришлось увеличить, чтобы вместить всех желающих. Зато количество проданных сувениров уже исчисляется тысячами. Как бы два в одном. Вот это черпачок. А это и тарелочка можно использовать, и подложечку можно использовать, и можно использовать под мед. Здесь и живность деревенская, и даже можно подоблюдать за тем, как несутся куры. Действие, которое не оставляет равнодушным, особенно малышей. Для них здесь и детские площадки, и вот такой аттракцион. Настоящий экскурс в историю книгопечатания. Еще одна фишка нынешнего праздника. Впервые работает экспозиция «Печатный двор 16 века». Здесь воссоздан до мельчайших подробностей. Весь процесс производства бумаги старинным способом. А на печатном станке можно воспроизвести страничку из Библии Франциска Скорины. На уже подготовленную матрицу наносятся несколько слоев краски. Далее, делая техники, стол закрывается и отправляется под пресс. И с помощью деревянного винта делается оттиск. Здесь же в павильоне, хорошо скрытом от дождя, воссозданное производство афортов гравюр. Благодаря такому виду искусства до нас дошли средневековые пейзажи и даже изображения великих людей. В принципе, вместо фотографии использовались или рисовая гравюра, или травленая, для того, чтобы запечатлеть образы пейзажа. В принципе, образ Франциска Скорина, о котором мы сегодня говорим, это самые красивые образы гравюрные как раз. Торговые ряды, ярмарки, концертные площадки будут работать до поздней ночи. Молодежные дискотеки завершатся лишь на рассвете, чтобы утром снова собрать гостей большого и такого родного праздника в Александрии. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, агентство теленовостей.